хорошее место красивое все собрано воедино и историческое место такое с налетом времени и природа и вода и камень и земля и деревья и сосны даже насекомые летают что всего хватает прекрасное место для отдыха для деток до взрослых таких кому нужен покой и умиротворение знаете мне всегда было такое ощущение что мне чего-то не хватает наверно не хватало этого места спокойного такого милого тихого хорошего я бы даже сказала подходящего возможно место которое может вдохновить чтобы побыть наедине со своими мыслями и понять чего я хочу куда это меня все может привести в итоге вы когда-нибудь спрашивали себя чего вы хотите я понимаю что здоровье счастье такие понятия как долголетие наших родных близких любимых нам людей это основное это главное наше желание и мы не всегда можем на это повлиять самостоятельно это не всегда в наших силах но очень важно конечно в это верить чтобы всегда наших родных и близких окружали хорошие люди и сопутствовала удача они жили как можно долго задайте себе вопрос чего вы хотите что вы хотите иметь через 5 10 15 лет что делает вас счастливыми возможно что приносит вам наибольшую радость такие вопросы мне кажется они простые но иногда нет времени даже повседневной суете на это когда бегаешь ездишь возвращаешься голодный не высыпаешься а что дальше и что дальше и куда это все нас может привести я не знаю задайте себе этот вопрос я когда задала себе этот вопрос и решила все это изложить на бумаге такой взяла блокнот небольшой приятный и решила записать все свои цели желания именно записать от руки на бумаге не печатать в телефоне как-то от руки знаете что ли с душой получается все записанные слова мне кажется они обретают силу и можно допустим с одной стороны бумаги листа сделать запись таких материальных желаний как допустим иметь свой дом получить хорошие чаевые не знаю ездить всегда на зеленый цвет хотя тут в америке на желтый можно ездить наоборот если станешь на желтый как бы в украине по правилам нельзя ездить но если уж пересекаешь перекресток то ладно уже нет а тут наоборот надо ехать и чё ты стал называется да на желтый даже ездить позволительно вот другой стороны листа а можно написать то что не имеет отношения к материальному миру такое как не знаю наверно это громко сильно звучит но как бы стать творцом своей собственной жизни чтобы наша жизнь зависела только от нас и мы будем решать как мы ее проживем то есть мы должны быть свободными жить так как мы хотим возможно быть смелее чтобы наш каждый день был наполнен гармония это очень тяжело сделать найти как без хлопот и забот но хотя бы один часик в день и почувствовать вот эту такую умиротворенность начинать свой каждый день с чистого приятного с чего-то возможно творческого я хочу чтобы каждый из нас создал свой уникальный день который не будет похож на остальные должна быть мечта о чем вы мечтаете я сейчас вас спрашиваю должна быть обязательно мечта и путь к мечте роскошные мечты еще никто не отменял и не забывайте что чем меньше мы имеем тем лучше пора себе показать на секундочку но это должны быть качественные вещи качественная мечта качественное окружение каждый новый день будет приближать нас на один шаг ближе к успеху главное верить в успех пора менять нашу жизнь к лучшему а можно начать уже сегодня или как по традиции завтра я думаю завтра это такое мистическое место где хранятся вся человеческая продуктивность мотивация для вдохновения достижения цели если мы чего-нибудь действительно хотим всем сердцем вся вселенная будет способствовать тому чтобы желание наше сбылось попробуйте заняться любимым делом такая знаете мини творческая активность на каждый день хотя бы 15 минут начните с 10 из 15 и это обязательно принесет вам радость главное получайте удовольствие от процесса и от сделанного посмотрите шире на жизнь проанализируйте поразмышляйте возможно покритикуйте себя иногда это тоже полезно но без фанатизма поставьте временной и разумный предел для воплощения мечты в реальность подумайте что огорчает вас и каким образом можно это минимизировать или попробовать совмещать ежедневную домашнюю рутину даст приятной музыкой или фильм например убираете вы готовите занимаетесь ремонтом я понимаю что это все никогда не закончится но тем не менее можно как-то это все минимизировать и структурировать чтобы не знаю какой то сделать себе график расписание на неделю на месяц когда мы что делаем и выделить себе немножко свободного времени для себя любимых мы сами выбираем что мы хотим переживать сами выбираем свою жизнь представьте чего вы хотите к чему вы стремитесь эти образы которые мы создаем у себя в голове с помощью воображения они переносятся на бумагу и в прямом смысле это является чертежом того как будет построено наше будущее воображение это сила которая может создать или сломать жизнь это ваш собственный ум и это ваш собственный выбор бывает трудные порой сложные моменты которые приводят к страданиям знаете страдания иногда являются результатами правильного мышления вселенная никогда не ошибается и не пренебрегает одними людьми отдавая предпочтение каким-то другим мы становимся тем о чем мы думаем мы это сумма всех наших мыслей постарайтесь не отводить на обдумывание негативных мыслей не секунды вашего времени я думаю в них нет ничего абсолютно интересного скажите сразу стоп и не тратьте на это время не разрушайте себя трудности делают нас сильнее выносливые это правда это опыт а знание опыт всегда при нас независимо от материальных благ опыт дает нам возможность учиться и создавать что-то новое так креативничать мы можем создать абсолютно все что угодно если только поверим в это все на что мы направляем свои намерения внимание обязательно обретает форму всегда ставьте перед собой цели которые превосходят вашу настоящую реальность они должны быть следующей еще более роскошной версии вас они прошлой нет никаких реальных ограничений кроме тех которые мы создаем себе сами домашние задачи ремонт и работа по дому работа они никогда не заканчиваются оттеситесь к этим сложностям как переломным моментом нам ничего не остается кроме как жить я желаю вам чтобы ваш внешний мир подстраивался под ваш внутренний мир и организовал себя по его подобию еще альберт энштейн сказал что созданный нами мир это продукт нашего желания этот мир нельзя изменить не изменив наше мышление подобные размышления помогают расширить наш кругозор и не зависеть от мнения других окружающих нас людей увидеть нашу жизнь со стороны и помогут принять правильное решение все что вы услышали наверняка отложится невидимым слоем в вашем подсознании и будет храниться библиотеке нашего мозга только вам решать полезно этого или нет дайте мне знать поставить пальчик вверх или вниз не забывайте подписаться на канал и спасибо за ваше время которое вы провели вместе со мной простите за возможно длинный монолог иногда хочется поговорить показать что вокруг спасибо что вы посмотрели это видео я вас обнимаю очень за вами всеми скучаю всем пока пока а а а а и а о Продолжение следует...